всем здравия и сегодня хотел бы с вами поговорим на такую интересную тему как программа человека многие проблемы в жизни людей возникают из-за незнания из-за отсутствия информации и когда мы приходим в этот мир мы попадаем совершенно ложный мир который кишит ложными знаниями и есть несколько вариантов первый вариант это быть уже развитым человеком то есть когда душа приходит на землю она сама просыпается до всего сама доходит выходит на нужную информацию отсекает ненужную информацию и оставляя только то что и надо менее развитые души долго по кругу ходят могут попасть на эту информацию могут не попасть но как правило в итоге сейчас они уже будут попадать потому что уже идет развитие человека следующая группа людей которые скажем так не очень развитые и в этой жизни встать на правильный путь скажем так 50 на 50 то есть если друзья у них будут которые будут толкать родственники но сегодня информация распространяется все быстрее быстрее это очень хорошо это очень радует земля развивается мы развиваемся это очень позитивно я когда это слушать сущности я думаю что это когда вы слушаете это как бальзам на душу вот и таким образом есть еще не развиты души шансов у них никаких нет они естественно в это не поверят но незнание законов ну не освобождает что ответственности да как говорят что не будет проблеска до света в конце туннеля будут одни проблемы в жизни человек будет мыкаться пыкаться ну в принципе на эти души не возлагают наши учителя большой надежды то есть они еще не развиты поэтому им это простительно но многим на развитом просто не очень комфортно с ними рядом находиться и поэтому возникает некие проблемы так вот в чем же суть суть в том что у нашего физического тела есть база энергетическая программа либо программа либо судьба по-другому и в этой программе очень много чего написано это как знаете как шпаргалка да то есть есть контактеры до которые могут давать эту информацию я уже много раз об этом говорил и сегодня такая прям обобщающая лекция будет что там прописано да есть программа души есть программа тела тело это скафандр либо оболочка в которой периодически заходят души развиваются и идут дальше в другие жизни это наши родственные частички душе от одной большой души то есть высшее я нише я то есть это все одна душа наша как правило в наше тело вступают приходят родственные души который отсоединяется близко от какой-то большой души и впоследствии в следующих жизнях собирая информацию в этой жизни на капле опыт духовно развивается души и уходит дальше на следующие планеты уровне у которых также прописываются программы программа она прописывается как шпаргалка и с помощью контактера это шпаргалка можно прочитать есть вещи которые нельзя изменить это характер то есть это структура тела и по крайней мере сущности не хотят это менять есть конечно когда переливается кровь там что-то меняется да это уже другая другая тема большая да то есть это в норме не должно этого быть но с помощью вот переливание крови когда там энергия сильного этого человека информация которая могла может изменить ваше тело как бы да и частично вашу программу то есть получаете информацию другого человека таким образом то есть и можно это представить когда с одного компьютера переливается информация на другой компьютер здесь тоже самое кровь то есть она содержит энергии разные карму информацию то есть там могут уши поменяться там рост волос вес рост тела болезни какие-то прийти и так далее то есть это все очень серьезно к сожалению современная наука она не понимает этого отрицает не меняется там толщина кости там рост заложен вес уже в программу да там как вы выглядите цвет глаз это поменять ничего нельзя как вы себя ведете реагируете на то ли но это вы любве обильные там злой там вспыльчивый жадный агрессивный добрый тщеславный то есть все вот эти параметры да они заложены у человека в программ практических изменить нельзя да если вы духовно будете развиваться следуете с программой вести более осознанный образ жизни научиться себя контролирует а вы частично будете себя контролировать там уменьшить на 20-30 процентов ну да дальше не получится и к сожалению это так то есть одному на ногу наступили он не заметил там ну сам еще извинился сказать извините я что я тут стоял там и все другому на ногу наступит он там по ушам устучать может поэтому каждый человек он реагирует на какие-то вызовы по-разному и вот есть изменяемая часть программ до которой я очень часто рассказываю и сегодня вот хотел она ставит такая общая лекция до объяснить вот все досконально что когда человек рождается маленький ребенок у него много чего еще не прописано в программе то есть он как бы как биоробот практически да то есть его задача что ходить бегать учиться говорить расти кушать спать улыбаться может иногда ползать то есть другая ему программа на данный момент времени нужно то есть он имеет пустую психически программу то есть что просто жизнедеятельность было рост правильно зубы росли правильно волосы росли там кишечник правильно развивался и так далее то есть в основном программа для тела когда ребенок вырастает постепенно добавляться начинают различные аспекты программы там в основном это происходит после 14-15 лет когда появляется допустим направление иногда кстати с детства бывает уже в 3 в годы в 2 и в год профессия прописана то есть такие серьезные профессии как доктор там физик там математик контактер то есть это уже изначально прописано какие-то или серьезный спортсмен какой-то то есть это уже вложено военный такие вещи они на всю жизнь как бы даются то есть изначально когда душа должна пройти этот путь то это закладывается сразу у тех людей которые часто должны менять работу у них с детства это не прописано это после уже 14 15 иногда 16 лет прописано и также дети они еще не могут адекватно реагировать на вызовы и естественно у них духовной программы нет иногда можно там шуточной форме рассказывает ребенку как надо медитировать там рыбки плавают чтобы он представлял и так далее не более не менее но в основном все действие начинает происходить после 14-15 лет когда сущности до начинает добавлять какие-то элементы прописывать тип питания за то есть как правило до 14-15 лет дети они ну на обычном питании находятся но бывают исключения развиты души что они с детства до могут уже на веганстве на сыроедении находиться на таких мало опять же все это можно узнавать всегда есть исключение и вы не забывайте вы можете быть этим исключением и таким образом появляется уже в 14 15 лет первая программа там по питанию в каком возрасте надо переходить сколько лет переходить программу духовного развития прописывается конкретно до план духовного развития как надо медитировать в какой позе сколько там иногда бывает дыхание иногда бывает мантра иногда бывает йога иногда ничего не бывает выбор там человек может как угодно заниматься но чтобы как угодно заниматься по-любому на наш канал смотреть и быть в курсе событий на те медитации которые есть в интернете они на 98 процентов ну ни о чем то есть это просто вот реклама и непонимание тех специалистов которые ее дают постепенно появляется работа да с возрастом там 16 там то есть можно уже где-то в 14 лет спрашивать куда направить ребенка учиться до после этого появляется уже нового учеба как правило то есть уже основа для работы ну как правило после 18 лет 17 18 может уже ну чуть позже даже у некоторых может быть уже прописано мужчина или женщина вторая половина количество детей и уже где-то до в 14 15 лет можно уже рассмотреть если карма какая-то иногда ее раньше можно увидеть в программе кстати да карму могут раньше прописать работа для духовного развития как правило да это уже после 20 иногда даже позже может появляться то есть работали максимально заработка это одно то есть дает возможность заработать и наработать новые навыки и вот именно работа обязательная духовная открыть школу йоги там медитации это бывает редко далеко не у всех и к этому моменту естественно да у человека созревать чакры до энергетические насосы энергетическая система вызревает также как растет организм то есть примерно в 21 год там 24 года человек полностью формируется то есть у нее полностью развивается вся энергетическая система на то есть центральная нервная система все системы тела развивается быть в этом возрасте человек уже может более менее адекватно размышлять мыслить если человек серьезно занимается духовным развитием то он уже лучше все воспринимает многие просыпаются к 30 годам еще нарабатываться должен к этому моменту опыт то есть ребенок постоянно должен помимо традиционного образования иметь доступ и желание развиваться саморазвиваться то есть когда он начинает развиваться ему легче ощущать себя в этом мире чувствует свою программу сам по себе человека и почувствовать не может не один человек кроме контактера не может ее достать это ну невозможно какие-то элементы программы до может подсказать ангел-хранитель направляет там и так далее но это опять же когда люди не развитые для чего это происходит во сне что-то человек увидел а просто какие-то мысли до помимо того что контактеры иногда люди обладают хорошей интуицией еще мало обладать хорошей интуицией нужно иметь возможность понимать что такое интуиция как ей пользоваться и знает что это точно интуиция а чтобы понимать вычленять ее то есть опять же нужна какая-то базовая информация духовная вот от которой мы постоянно говорим и таким образом ну частично до человек что-то может узнать но это самый минимум то есть конечно человек должен находиться в тесном сотрудничестве с контактером на этой планете сегодня поскольку земля начал развиваться вот с удовольствием вот буквально на днях услышали от сущности что уже когда где-то около тысячи человек на земле реальных контактеров но больше половины из них естественно не контактирует потому что не знают об этом то есть они не вышли на этот путь то есть они спят вот и сегодня очень хорошо что такие люди будут появляться их становиться будет все больше и больше и люди смогут быстро развиваться получать именно непосредственно из первых источников через контактеры контактер это просто передатчик вам ничего своего не должен давать он должен просто вопрос ответ вопрос-ответ он просто передает от сущности знать свою работу естественно досконально и так далее кто такие сущности как с ними работать и так далее это целая отдельная тема про которую я уже неоднократно рассказывал на канале и узнавая эту информацию человек уже знает на каком этапе ему найти женщину там сколько детей родить да со временем вот эти дети после 20 лет начинают появляться в программе если человек обратился на каком-то этапе скажем узнать программу эта программа может переписано бы через месяц через два человек только начинает узнавать о программе до начинает выполнять им раз переписали ничего страшного нет просто вы вышли на нас просто в тот момент когда у вас переписывалась программа и наоборот интересно даже знать даже если месяц остался до завершения программы все равно нужно ее знать потому что чтобы в будущем сравнивали что было что стало как ваша жизнь после этого поменялось это еще одно доказательство что при переписании программы переписи программы у вас меняется жизнь и это есть доказательство вот этого духовного мира, который мы пытаемся проникнуть, изучить из физического мира. То есть это как некое наше задание, некий опыт, некое понимание, наше развитие. То есть отсюда проникнуть в невидимое, да, то есть почувствовать его, разобраться и на физическом уровне понять это, осознать то, что многие наши, скажем так, подписчики в наших отзывах рассказывают, это и есть прийти к этому, кто-то самостоятельно приходит, кто-то с помощью нашей информации, кто-то с помощью другой информации, собирая там что-то, отсеивая и так далее. Это очень важно. Программа, она может переписываться в течение жизни множество раз, хоть до 100 раз. То есть хоть это одна душа будет у человека неизменная в теле находиться всю жизнь, тоже переписывается программа. Ну, как правило, в среднем, да, программа может даваться от одного года до пяти лет. То есть все зависит от развитости души, все зависит от вашего стремления. Если вы следуете вашей программе и работаете над собой, то вы быстрее ее выполняете. Вам новая программа, вы опять ее выполняете. Открываете сверхспособность, открываете... Вот представьте, что это компьютерная игра. Вот есть азартные люди, они как бы, ну, серьезнее это все выполняют, им легче как бы, да. И кто когда-либо играл в компьютерные игры, он понимает, когда вы начинаете играть-играть, у вас азарт, такие глаза горят. Здесь то же самое должно быть. Это духовная компьютерная игра, азарт. То есть вы быстрее всех развиваетесь, вы развиваете свою большую душу. Да, вот представьте, вы мини-бог. То есть ваше тело и ваша душа, это как бы одно общее. То есть без друг друга вы не развиваетесь. И вот недавно, чтобы вас простимулировать, многие там расстроились, вот понимаете, там, после смерти, там, тело умирает, сознание умирает, там, мы никто, там, мы тело, там, душа какая-то не наша, она куда-то уходит и так далее. Например, мы являемся частичкой большой души, маленькое отступление. Это частичка души вселяется, отрывается от большой нашей души, вселяется, допустим, в наше тело, которое выросло от наших родителей. А она пришла, через какое-то время ушла, опять другая частичка близкородственная на этой душе, которая ушла, входит опять же в это тело, примерно с такой же программой. Оно там может чуть-чуть отличаться, может такая же быть программа, может чуть-чуть больше отличаться, не играет значение. И после смерти физического тела, если вы правильно жили, да, как правило, сознание тоже там какое-то время живет, душа разделяется, там, тела как бы, и, ну, то есть это отдельная лекция, да, отдельный ченнелинг будем снимать, интересную эту тему. Как это все устроено, приблизимся еще на пару шагов вперед к пониманию всего. И когда мы умираем, вот все, что мы накопили за жизнь, это все переходит в душу. И через какое-то время, то, что сущности не хотели раньше говорить, мы их все-таки заставили это сказать, как бы, да, потому что люди очень поникли после этой информации. И эта информация, она передается уже душе, то есть вы уже есть душа. То есть через какое-то время, там, через неделю, примерно через 4-5 дней, неделю, вы уже душа. Все, вы уже ощущаете себя душой, пока она там находится, в зале ожидания, там. То есть вы душа, вы себя осознали уже как душа, то есть вы никуда не пропадаете, то есть вся информация, весь опыт перешли к ней. И это очень классная информация, то есть на самом деле можно долго рассуждать, почему сущности вот такими блоками дают информацию нам. То есть мы должны ее глубоко переварить, осознать ее. Это мое мнение. А потом сущности еще дают новую информацию. Бац, у вас опять, ааа, опять вы в шоке. То есть люди с линейным мышлением этого никогда не поймут. Как это все работает, почему сущности так блоками дают информацию. И кажется сначала нет, потом да, потом опять нет. Но это очень такая вещь. Существуют люди без программы, которые рождаются дети. Есть экспериментальные тела, для каких-то экспериментов их выращивают. И сущностями за ними наблюдают. Как допустим, человек с программой живет с телом без программы. Бывает, что программа позже появляется. Бывает так, что у человека была программа, потом программу убирают или душу забирают, тело вообще остается без туши. Только программа для тела, ну там, кушать, спать, сексом заниматься. Пойти в магазин, да, глубоких никаких вещей нет. В этот период, вот период, когда нет программы, период, когда переписывают программу. Ну допустим, если нет души, то это более глубокое такое, знаете, безразличие ко всему, как бы да. Жизнь становится ровная, безэмоциональная такая, как бы да, без целей, без задач. Совсем глубокая. Если же человек попадает в зал ожидания, да, то есть программа, она не всегда у человека. То есть есть программа, потом отдых нужен. Допустим, человеку дают отдых, душе отдых дают. То есть, ну там, год, два, там, шесть месяцев. По разным причинам дают. Там, темные пришли, там, что-то надо их убрать. Могут на отдых, чтобы легче их убрать. Либо просто душа устала, либо заслуженный отдых. Человек просто расслабился, и он в этот момент, нет смысла медитировать, кроме получения энергии, да. Нету каких-то целей. То есть человек, как правило, работы нету. Там, человек, может в этот момент хуже работа пойти. Отношения с какими-то людьми, ну, может, скажем так, эти люди уйти от вас, либо вы от них уйдёте. Жизнь такая. И зал ожидания тоже примерно такой же. Когда человек в зал ожидания попадает, значит, в сущности, либо переписывают программу, либо пока на паузу поставили. То есть думают, что дальше с ним делать по каким-то разным причинам. И тоже, когда душа в зале ожидания, то есть не обязательно надо уйти из тела и попасть в зал ожидания. То есть вы находитесь, как бы, душа в теле находится. Всё связано просто энергетическими нитями. И начинает такая размазанность наступать, да. То есть цели, задачи пропадают, желания какие-то пропадают, там, непонятки какие-то. То есть как вы, как пластилин, как тесто становитесь. Какое-то всё серое становится, там, может быть, там, интерес к жене пропасть, там, к мужу, там, к детям, там, к жизни, к работе, там. То есть у всех по-разному. И вот люди иногда не понимают, что с ними происходит в такие моменты. Но опять же нужно не спутать такие состояния, когда тёмные пришли, порча появилась какая-то, там, да, и так далее. То есть это вот важно. Нужно всегда себя анализировать, что с вами происходит, что меняется в вашей жизни. Почему резко ухудшения пошли, да, по жизни. Или там просто вроде бы ничего плохого не случилось, но размазанность какая-то пошла. И, как правило, более чувствительные люди, души, которые к нам обращаются, они это чётко ощущают. Когда мы говорим на отдыхе, ой, я чётко ощутил, а когда отдых? Я говорю, два месяца назад наступил. Да, чётко всё совпадает. Прямо вот с того момента вот такие ощущения пошли. Или там зал ожидания. Потом многие люди, которые смотрят наш канал, сами пишут, Роман, мне переписали программу. Я прям чётко это почувствовал или почувствовала. Мы смотрим, да, там, две недели назад или там месяц назад у человека появилась новая программа. И сейчас, кстати, многим тоже переписывают программы. И есть смысл задумываться. И когда мы, допустим, говорим, когда вы обращаетесь на какой-то момент, что там через три года вам перепишут программу. Её могут гораздо быстрее переписать, потому что сейчас ускоряется развитие планеты. Наше развитие ускоряется, да, более развитые души начинают приходить. И программу быстрее переписывать. Многие люди поначалу удивляются. Вот, зачем к вам обращаться, постоянно эти программы переписывают, там, неинтересно, это неправильно. Там кто-то думает, что мы их дурим, там. Потому что шарлатанов и мошенников пруть-пруди сегодня в интернете, их становится всё больше и больше. Тем более, когда многие на изоляции находятся, когда многие, скажем так, уже пытаются дома больше работать. Естественно, активизация мошенников происходит, всяких лгунов и лжеучителей. Естественно, люди не доверяют. Ну, это их, как говорится, отношения к жизни, проблемы. Вот, наша задача донести до вас информацию, а тот, кто готов, её принимает. Тот, кто не готов, дальше ищет по другим каналам, книжкам там, в тупик заходит, с ума кто-то сходит. Там есть такие даже товарищи у нас. Ну, просто эти люди не должны развиваться в этой жизни особо сильно. То есть, у них нет пока понимания. И таким образом, мы живём вроде бы в физическом теле, да, в физическом мире, но в то же время весь наш мир, он на тонком плане находится. То есть, многие люди должны дозреть. То есть, это тоже жизненные такие уроки. Дозреть, понять, где брать информацию о том, кто я, откуда я, что я должен делать и так далее. Это всё, многие люди должны до этого дозреть. Когда они дозревают, они уходят на наш канал, может ещё подобные каналы, попадают к правильным людям, и эти люди их направляют в нужное место. Кто бы как не относился к этому, но контактёры должны быть, они будут, их больше будет становиться, и через них всё будем получать. Как лечиться, да, каким бизнесом заниматься, как именно заниматься этим бизнесом. Со здоровьем следить, за питанием, за духовным развитием, да, за семейными делами, там, за детьми, там. Всё полностью, всё через контактёры, через разных специализированных сущностей это всё будет проходить. И программы, они меняются, и меняются люди при изменении программы, да, то есть, всё, что угодно могут поменять. Есть, когда меняют полностью всю программу через какое-то время, а иногда, даже не меняя программы, сущности могут что-то дописать. Увеличить количество рун, например, да, то есть, какие можно прописать со временем. Видит, человек развивается, человек достоин, раз ему больше ячеек для рун дают, да, больше помощи дают. Допустим, там, раньше можно было изменить в программе, да, вот это изменяемая часть программы, я не рассказал, да, на неё можно воздействовать. Вот как мы с Настей воздействуем через сущности, там, поднять финансовый потолок, например, узнать, какой финансовый потолок, поднять его, например, финансовый потолок. Узнать про здоровье, там, есть ли какие-то жизненные уроки со здоровьем, там, когда человек напишет конкретно, какие проблемы, мы говорим, там, это жизненный урок, карма, там, приобретённая, тёмная, порча с глаз, и человек уже понимает. Каким способом лечиться? Либо в традиционной медицине лечиться, либо в сущности можно, а лучше и там, и там иногда бывает, чтобы быстрее всё это закончилось при запущенных случаях. В какой стране жить, там, да, как питаться, сколько лет переходить, какая женщина или мужчина в программе прописана, или выбор какой-то, как духовно развиваться. Вот это всё в программах досконально бывает прописано. Иногда даже описано, как выглядит женщина, да, там, где она живёт. То есть, в сущности, какую-то информацию базовую дают, человек уже может сам её найти. Страна проживания и так далее. То есть, все вот эти нюансы, они очень-очень важны. То есть, вся наша жизнь, она заложена в программе. То есть, раньше её называли судьба. Доверься судьбе, иди по судьбе, там, судьба сама ведёт. Но, по факту, это программа. И эта программа, она, как наш путеводитель. То есть, в сущности, контролирует нас с помощью программы. И эта программа, она состоит из предназначения, плана духовного развития, питания, семейных программ, финансовых программ, доступа к финансам в этой жизни. Интуиция отдельно, интуиция именно, ещё отдельно таланты могут быть заложены к чему-либо и так далее. То есть, вот сколько я рассказываю про это дело, и сегодня я стараюсь максимально предоставить полную информацию в одной лекции. И всегда становится, вот сегодня я рассказываю, да, это к тому, для чего мы должны знать нашу программу, да, что мы должны о себе знать, да, как на нас сущности воздействуют, как сущности могут на нашу жизнь повлиять. Вот программа, с помощью программы, да, что там прописано, да, о чём можно узнать. Она очень, бывает, детализированная, прямо доскональная, да, фактически через эту программу закладывается та информация, которая ведёт нас. Когда с нами что-то должно случиться, да, когда мы можем ногу сломать, грубо говоря, кирпич на голову упасть, попасть в аварию. Зачастую это всё заложено, и многие вещи мы не должны знать. То есть, если это жизненный урок, это запрещено знать. Если должно это случиться как-то, да, непреднамеренно, предсказательно, можно посмотреть, что будьте аккуратны, там, допустим, да, может произойти авария. Эти пять лет больше ходите пешком, там, или на общественном транспорте ездите. Либо проблемы могут быть со здоровьем, то есть надо заняться своим питанием, более тщательно смотреть, что вы кладёте в рот. Тем более сейчас информации сегодня очень много, и на нашем канале, и на подобных каналах, можно всегда следить за своим питанием. Правильно выбрать вторую половину, чтобы не потерять многого лет, не родить детей от ненужной женщины, да, или от ненужного мужчины, который в вашей жизни будет просто как абуза, как камень. Да, вот зачастую бывает так, что люди просто живут с теми людьми, да, но не могут от них уйти, потому что материально зависит, потому что уже несколько детей есть. То есть люди сами, так сказать, потеряли свою жизнь. Да, они выполнены план там по количеству детей там, да, может они выполнены план по питанию, но они не выполнены план ни по поиску мужчины, ни по поводу страны проживания, ни по поводу духовного развития. То есть 50% максимум они выполнены, а то и меньше. Поэтому всегда, когда стоит вопрос, если человек не хочет духовно с вами развиваться, поддержите вас, лучше с самого начала отходите от таких людей. Как бы он физически вам не нравился, это не ваш человек. То есть истинная красота человека, она внутри человека находится, а потом уже внешняя. А то многие клюют на внешние параметры, а внутри там ничего в принципе нет. И вот знания всех вот этих параметров, они как раз таки и приводят нас к этим вещам. И когда приходит осознание, что именно это так, это можно, да, вот кто с нами долго общается, могут даже отследить. Это все четко прослеживается и у людей появляется интерес к жизни. Знание своей программы, общение с контактерами как раз таки дает вот жизненный стимул. Да, человек это все при отслеживании своей программы со временем может приблизиться к вот этим духовным вещам и почувствовать на своей жизни, как все меняется. Потому что с помощью контактера можно изменить вот эту изменяемую часть программы, и причем резко она может измениться. И вот когда отзывы люди дают у нас, да, и это есть доказательство того, что это все работает. И чем больше таких людей будут соглашаться снимать видео, тем больше будет доказательств. То есть это нужно для развития нашей планеты. Чем быстрее мы будем развиваться, чем быстрее будем выполнять свою программу, более качественно выполнять, тем мы будем жить в более, скажем так, правильном райском мире, кайфовом мире. Вот я сейчас сижу у себя в саду, да, яблони, груши, абрикосы, солнышко, да, хорошая погода. Да, у меня стоят заборы от соседа слева, справа. Будем жить в новом мире, заборов не будет. Участки будут больше. Стоить они там вообще не будут ничего. То есть людям так их будут раздавать. Общаться будем всегда на позитивной ноте с друг с другом, да, то есть не будет никаких войн, расприй, недопониманий. То есть те души, которые еще не очень развиты, они будут тянуться к нам. Не будут изначально понимать с самого рождения, что они не развитые, что они должны стремиться к развитию, и будет быстрее все идти. То есть вот к чему мы стремимся, это светлое будущее. И вот эти глупые законы, там, поступки, там, в правительствах, да, кукловодов, они как раз-таки многие от неразвитости это делают. И плюс еще темные существуют на этой планете, которые свои цели и задачи другие выполняют. Про программы много-много-много можно рассказывать, да, и то, что я не рассказал, обязательно в комментариях отвечу. И смотрите мой канал, я до этого много специализированных тем поднимал по поводу программы. И всегда мы в доступе, удачи, хорошего настроения, всех благ, увидимся в новых видео, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok